Всем тихой ночи! В какой-то момент на сайте SCP появилась своеобразная мода на скрытые сюжеты и в этом видео мы узнаем об одном из них. Но для начала прошу обратить внимание на вот эту футболку, которую я сделал в своем скромном магазине мерча. На ней изображена луна, а на самой луне можно увидеть вопрос, на который может дать ответ любой сотрудник фонда SCP. Воет ли черная луна? С такой футболкой вы всегда будете знать, есть ли вокруг вас сотрудники секретной организации. Ссылка в описании. В камере с номером SCP-342 лежит довольно непримечательная вещь. Это на вид совершенно обычный проездной билет, подходящий для общественного транспорта. Однако, если взять его с собой, можно заметить, что его вид постоянно меняется. В один момент это билет на автобус, а в другой уже на пригородную электричку. Объект всегда приобретает вид билета на ближайший городской транспорт, но это далеко не единственное его свойство. Главное в нем это то, что человек, решивший использовать этот билет для проезда, оказывается в страшной ловушке, потому что покинуть автобус или поезд, в который он сел, становится невозможно. Фонд убедился в этом, проведя множество экспериментов. В некоторых из них подопытному не давали выйти случайные люди, в других подопытного как будто держала внутри какая-то невидимая сила. На сайте фонда довольно подробно расписан ход экспериментов, и самое интересное в них это то, что происходит, когда подопытному не удается выбраться достаточно долго. Поначалу начинает казаться, что реальность внутри транспорта как бы расслаивается. В эксперименте с поездом метро было заметно, что реальный поезд продолжил свой путь как обычно, но от него как бы отделился призрачный. И вот наш подопытный остался в призрачной части, которая каким-то образом покинула наш мир. Один из участников эксперимента перед тем, как бесследно исчезнуть, успел рассказать, что он видел существо, похожее на паука, одетого в костюм машиниста поезда. И это существо начало видеть вокруг него кокон, чтобы он не смог сбежать. Пытаясь понять природу происходящего, фонд SCP решил использовать свой автобус с подставным водителем. Он ездил по маршруту, который агенты фонда могли просматривать со всех сторон. Но и этот эксперимент пошел не по плану. Объект не проявил своих свойств, хотя и водители автобуса по какой-то причине то и дело сбивались с маршрута, объясняя это тем, что управление машиной какое-то сложное и непонятное, чего-то как бы не хватает. Несмотря на то, что автобус был совершенно обычный. Тогда фонд нанял для эксперимента водителя с собственным транспортом. И вот тогда объект сработал. Когда в салон зашел человек с билетом, водитель как будто сошел с ума и направил свою машину непонятно куда, пока не случилась страшная авария. Свидетели говорят, что после этой аварии они видели призрачную копию этого автобуса, увозящего пассажира с билетом. В общем, тот еще объект. Эксперименты с ним опасны, непредсказуемы, а узнать из них что-то конкретное не удается. Но по крайней мере билет можно убрать подальше и не трогать. В таком случае объект вроде бы не опасен. Так подумали сотрудники фонда и ошиблись в этом. Как-то раз объект внезапно превратился в билет в театр, куда как раз и собирался пойти один из сотрудников, работавших с аномальным билетом. Ничего не подозревающий сотрудник схватил этот билет и пошел с ним на представление. Таким образом, также попав в ловушку. Во время представления он внезапно вышел из театра и сел в какую-то машину. И больше его никто не видел. А объект с тех пор превращается во все подряд. Даже в деньги разные документы. Пытаясь таким образом заманить еще кого-то в свою ловушку. Конечно же, это явление было необходимо исследовать дальше и сбор информации по поводу SCP-342. Привел ученых фонда к другому связанному объекту, который был обозначен как SCP-3122. Все началось с вопроса, чего не было в автобусе фонда SCP, но было во всем местном городском транспорте. Оказалось, что это оборудование некой фирмы Elvix Electronics, а именно линейка различного навигационного оборудования, рядом с которым зашкаливали детекторы аномалий. Изделия этой фирмы фонд теперь собирает в камере SCP-3122. Агенты фонда поначалу пытались найти такую фирму, но ни сотрудников, ни каких-то следов ее работы встречено не было. Попался только лишь склад, заполненный оборудованием этой компании. И его время от времени зачем-то посещал уже известный фонд Мистик, о котором было известно, что он состоит сразу в нескольких сектах. С найденным на складе оборудованием фонд тоже начал экспериментировать и узнал, что при соблюдении определенных условий, а именно длительности маршрута более трех часов, времени в пути уже более двух часов и по любой причине потери сигнала от спутника, устройство начинает получать навигационные данные из неизвестного источника, а затем перемещает транспорт в карманное измерение, похожее на то, где машина проезжала в момент исчезновения. Через примерно трое суток транспортное средство появляется в конечной точке своего маршрута, совершенно стерильно, то есть в нем не просто нет людей или животных, которые были помещены в него в начале эксперимента, в нем вообще нет никаких форм жизни. Фонд SCP, конечно же, решил провести эксперимент с классом D, оборудовав одну из своих машин устройством, ну и посадил в нее сотрудника расходного класса. Когда эта машина въехала в небольшой тоннель, начались первые странности. Ее водитель сообщил, что тоннель внутри расходится на множество ответвлений, в нем нет других автомобилей, да и он гораздо длиннее, чем кажется снаружи. Дальше навигационное устройство каким-то образом перехватило управление машиной и начало само выбирать, в какое ответвление ехать, и напуганному D-классу осталось только ждать, что же будет дальше. А дальше внезапно дорога под колесами пропала, и после 30 секунд свободного падения автомобиль каким-то образом оказался посреди пустыни. Навигатор вместо советов по поводу того, куда дальше ехать, начал давать человеку страшные и неприятные указания, например, отрезать себе руку или содрать с себя кожу. Зато за окном, кроме бесконечной пустыни, было на что посмотреть. Например, у дороги стояла статуя того самого культиста, который посещал склад. Вдали виднелись храмы с огромными колоннами, и время от времени можно было наблюдать солнечное затмение. Похоже, луна в этих местах стремилась загородить солнце как можно чаще. Через какое-то время связь с D-классом пропала. Что с ним случилось, не совсем понятно. Возможно, его принесли в жертву в одном из пустынных храмов. А вот машина появилась в нашей реальности, полностью лишённая признаков живых существ внутри. В общем, всё примерно как и ожидалось. Хотя среди того, что видел в окно D-класс, была одна приметная деталь. Это силуэт существа, напоминающего коня со всадником. Если приглядеться к нему, видно, что это единый организм. И организм этот был уже знаком фонду SCP. Такие монстры известны фонду как SCP-3456. Они занимаются тем, что появляются в местах различных катастроф и войн, и похищают всех, кто неосторожно на них посмотрит. Что случается с пропавшими, неизвестно. Но похоже, что существо ворует людей и утаскивает их в тот же мир, что и два предыдущих объекта. Однако, SCP-3456, очевидно, никак не связан с аномальной продукцией фирмы Elevix Electronics, потому что встречи с ним были описаны ещё во времена Первой мировой войны, когда, очевидно, никакого спутникового оборудования ещё просто не было. В общем, из этих трёх объектов можно понять, что дело тут в самом карманном измерении. Куда для какой-то цели разные существа и утаскивают людей. Но что-то ещё узнать об этом странном мире не получится, потому что автор не стал развивать эту тему дальше. Так что это останется ещё одной загадкой мира SCP. Пришло время теорий. И тут самая очевидная теория, что мы имеем дело с миром Корбенек, о котором когда-то давно было видео на этом канале. Ссылка в описании. И сходство-то тут действительно присутствует. Это и дорога в пустыне, и странные храмы, и то, что никто не может вернуться оттуда живым. Но есть отличия, главное из которых это одна луна. Хоть и ведущая себя достаточно странно. В то время как в мире Корбенека их три. С другой стороны отличия тут только в деталях. А сходство касается самой сути этого мира. А значит мир SCP-3122 это тоже загробный мир, как и Корбенек. Но если в Корбенеке хозяйничает фонд SCP и обитают сущности, которые скорее нейтральны к человеку, то в мире SCP-3122 живут исключительно монстры, охотящиеся на людей и приносящие их в жертву местному древнему божеству, которому и посвящены чудовищные храмы. Этим занимается и монстр, известный как SCP-3456, выискивающий своих жертв в местах катастроф, и неизвестный культист, и существо напоминающее паука, заманивающее людей в свои сети, используя обычный проездной билет, подходящий для любого вида транспорта. Всем пока!